Всех привет! Сегодня у нас 7 липня, 7 июля 2018 года суббота. У нас в июле обычно чеснок уже созревает и его надо убирать. Вот мы его убрали буквально вчера. Покажи. Вот один чеснок который сейчас стоит на просушке. Он у нас просохнет так на ветру под навесом. Мы его почистим, обрежем и будет нам для консервации, для еды. Наверное придется еще немножко продать. Очень много чеснока. Лук тоже выбрали. Лук начал гнить, поэтому выбрали. И теперь проблема что нам делать с грядкой, которая осталась после чеснока. Июль месяц. Вот у нас еще вегетационного периода. Июль, это начало у нас с июля. Июль, август, сентябрь. Даже половина октября у нас заморозки обычно начинаются где-нибудь под конец октября. Поэтому можно, чтобы земля не гуляла, сорняки на ней не раскошевали, можно что-нибудь с этой грядки сделать. Вот сейчас покажем, что мы придумали делать и что, в принципе, уже не раз сделали. Пойдем смотреть. Вася, а это что такое? Это так называемая мерва. Это когда пчелы рамку уже настолько сильно использовали, что она стала темная-темная. Вот. Ее вырезают из вот этой соты. Суш вырезают из рамки. Вот. И переплавляют на солнечной воскотопке. Я покажу. У меня там солнечная воскотопка. Выплавляется из нее воск. Сколько может солнце выплавить? Но тут еще очень много осталось воска. В обычных бытовых условиях сложно извлечь этот воск из этого состава. Вот это все называется, пасечники называют мерва. Эта мерва принимается закупочными центрами. Вот на Украине. И соответствующие, значит, установы, как сказать, в производство пускается. Парой пропаривается и под давлением под прессом выдавливаются остатки воска. Я думаю даже, что вот те белковые оболочки, которые остаются после того, как пчелы вывели свою черву, своих пчелят. Вот. По-моему, эти оболочки тоже с какой-то целью используются. Я не знаю, с какой именно целью они используются. Вот это мерва. Вот остатки суши, которую я завтра вывезу из дам. Буду ехать на базар из дам. Килограмм у нас 37 гривен. Тут килограмма 3, это гривен на 100. Будет у меня в мешке стоит сухая, а здесь досушивается. Это я проваривал, а это после солнечной воскотопки. Это, конечно, воском намного богаче. Это уже я выварил. Но вываривать мне трудно и проще сдать, проще сдать. Вот. Тут еще воск есть. Видите, даже видно на ужим, что там она пластичность такая. Этот рассыпается почти уже, а этот еще ужимается. Значит, там воск есть. Но солнцем просто его уже. А вываривать там, ну, крохи, крохи небольшие добавляются. Поэтому я его сдаю прямо. Вот в мешке уже она сухая стоит. Я еще доберу к вечеру вот и туда сыплю и завтра сдам. Рублей 150-200 будет. Пошли дальше. Копеечка к копеечке и будет денюжка. Зрители спрашивали, ну, как там ваша рассада перца, которые мы сеяли зимой в Киеве. Вот стаканами потом привезли сюда в Каню. Какой результат? Вот можете посмотреть. Все разнообразие сортов семян, которые взошли, высадили в рассаду и посадили перец. Пофотографирую. Различные сорта. Вверх торчащие, вниз торчащие. Я сейчас не помню, где какой тут дырки света ставила где-то. Вот, но она только знает, может сказать, где какой сорт. Ну, в принципе, все сорта, которые рассадой пошли, вот, все очень хорошо вплодоносят и все. Ну, грядка, соответственно, тут унавожена хорошо и полив был. Поэтому уже перец кушаем, вон, сейчас и начало июля. Я вчера фарширую. Перец кушаем уже давно в салаты и фаршируем, и все. Недели две уже собираем. Сейчас покажу. Вот, смотрите, сколько. Как показать. Вот так. Так, сейчас еще. Здесь, может, лучше будет видно. Ну, и садят перец, загущивая посадки. Я люблю садить редко. Потому что, если густо посадить, обычно перец начинает пропадать. Антракноз начинается, какие-то увядания, бактериальные гнили различные. Говорят, ой, это он попекся. Это он не попекся. Это он болеет. Это болезнь обычно. Вот. И для того, чтобы он не болел, надо хорошая проветриванность. Хороший полив, хорошая проветриванность, хорошая удобренность, почва удобренная и хорошо. Тогда он и не так болеет. Но перец не любит, перец светолюбивые растения. Он не любит загущенных посадок. Это все ерунда. Надо гуще садить, оно меньше, солнце обожжется. Солнце обожжется. Это все неправда. Правда то, что он любит, чтобы его со всех сторон солнце просвечивало и листва, значит, забирало это солнце. Тогда он и плод хорошо отдает и зреет хорошо. Вот эта грядка оставшаяся после чеснока. Вот забурьяненная, конечно, после чеснока чеснок выбрали. Вот сейчас ее перекапываем. Перекапываем ее под огурец и под пекинскую капусту. Пекинская капуста Сорта ранней пекинской капусты. Вася, а не поздно? Сейчас июль месяц. Все, что имеет вегетационный период где-то до 90 дней, еще сейчас можно садить. Вот еще даже в конце июля то, что имеет вегетационный период 60-50 дней, тоже можно садить. Особенно из этих крестоцветных. Редька, дайкон, различные редиски под зиму можно садить. А пекинская капуста, сорта ранней пекинской капусты, у них вегетационный период 60-75 дней. Поэтому многие виды можно садить. Вот я тут посинял рассаду. Не все, конечно, взошло. Вон там где-то у нас рассада. Сейчас полки уперлось, оно немного подняло. Вдоль рядков и с огурцами подсадил пекинку. Тут рассадин где-то с 30-40 будет. Я ее выкопаю, когда грядку подготовлю, и посажу тоже на грядку. Полью хорошо, оно возьмется. И к октябрю, к середине, будет качаны пекинской капусты. Вот это уже не раз делали, проверено. Вот здесь сорт у меня только-только взошел. Это билко, пекинская капуста. Вот там монако. Вот там монако. Вот там тоже монако. Вот они вегетационный период короткий, поэтому не успевают на после чесночной грядки, они успевают еще дойти, сформировать еще даже и лучше, правда? Да, да. Не цветет. Если ее рано посадить, она вот при нарастании дня, она зацветает, а сейчас она уже и не будет пустить. Стрелочки не будет пускать, а сразу же качан пускает. На эту грядку мы вон часть грядки под капусту, а два ряда посадим огурцов, ранних огурцов, аланских каких-то семян, которые могут, не могут обязательно, если поливать, они еще вырастут. Как того, мы-то сейчас сеем жара будет, они только начнут расти, а вторая половина уже сентябрь, октябрь, ночные холода. Поэтому для них, в общем-то, практично сделать так называемые теплые грядки, которые будут укрываться осенью, где-то в сентябре-октябре на ночь будет укрываться агроволокном или даже пленкой простой, а днем, когда солнышко открываться. За счет того, что грядка теплая, так называемая, формируется таким образом, копается ров. Вот, покажи вам. Копается вот таким образом грядка. Я часть грядки уже откопал, вот у нас ровчак идет. Вот сейчас я его расширю. Сюда сгребу всю вот весь этот скошенный мусор. Вот этот мусор, да. Вот этот мусор сюда сгребу, уложу, утопчу. По нему пройду немножко аммиачкой. Чуть-чуть. Аммиачная селитра дает эффект, значит, активизации микрофлоры почвы. Оно быстро перегнивает. Эта скошенная трава сейчас не опасна в аспекте возобновления. Это однолетники, которые только начали цвести. Они семян еще не образовали. Поэтому оно грядки сорняками не будет пополнять. Вот это все перегниет. Сразу же пойдет в питательную смесь войдет, в почвенно-поглотительные комплексы эти. И будет подпитывать наши огурцы. Но во время вот этого прения, кроме всего того, грядка еще будет и теплее становиться. И долгое время это тепло будет отдаваться. Вот таким образом вот такая технология подготовки. Вот когда это я сформирую грядку, покажем вам, какой она имеет вид. А сейчас вот процедура формировки этой грядки. Это травчик. Если есть что-то вот такое органическое, трава там, мусор какой-то. Кстати, чеснок у меня был укрыт различными материалами. Тут вон, и как видите, листья прелые дубовые, они уже рассыпались. Это прошлой осенью были собраны. Прямо вот таким слоем чеснок на зиму укрывался. Они сейчас, я тоже, аммиачкой чуть-чуть буквально, не сильно, ну на квадратный метр каких-то там 20 грамм рассыпаешь. И она моментально, микрофлора активизируется, и этот листья разваливается. Оно в труху превращается. Вот в такую вот труху. Вот уже листья на поверхности. И полезную. Да, в полезную труху превращается. На поверхности противника. Вот мы вот так расширяем этот ров. Накидываем сюда валик. Так, а дальше берем грабли и укладываем вот эту штуку. Не нужны, не нужны никак. Если бы это было в дефиците, то конечно можно было бы куям это все бросить. Но сейчас сорняка в дефиците нет. Вот поэтому ложим сюда. Вот таким вот образом все это загребаем сюда. Укладываем. И мало того, я сейчас вот таким образом вот пройду и чуть-чуть аммиачки посыплю. Чтобы она по верху пошла. Буквально чуть-чуть. Она сейчас с землей приложится. И будет. А потом еще сюда вверх принесу навоза уже перепревшего, приложу еще. Вот тогда. И здесь сверху, когда сформируется, будет ряд огурцов. Ряд огурцов. Вот таким образом вот готовим. Следующий этап потом. Здесь помидоры. А посмотрите, какой рай для кур здесь. Здесь вот такие вишни. А внизу под вишнями в тенечке куры живут. Вот. О, смотрите, сколько вишен. Уже все переспели. С этой стороны алыча у Васи. Сколько алычи. Сейчас покажу еще. Грозди. Вот такие алычи. Покажи. Та шелковица, что мы прививали, покажи, что принялась. Вон, шелковица шелковица. А вот это? Прививки. Спрашивали, а прививка ли она? Ага. У Васи шелковица принялась. Вот. Кто не верил. У соседей яблоки с этой стороны. И тоже куры. И кролики у соседей с этой стороны. И куры тоже в тенечке. Алыча тоже там у них. О, перчик с этой стороны покажу. Всю грядку. Вот таким образом подготовили два ряда. Вот я поставлю метки фишки, чтобы потом протянуть линию от одной к другу с двух концов. И попасть посевом именно на то место, где укладывался вот эта вот вся трава. Удобренная аммиачная селитра. И навоз. Слой навоза. Это что закопалось. Один ряд. И второй ряд будет. Два ряда огурцов. Ага. Два ряда будет. На расстоянии сантиметров 90. Для чего? Конечно лучше, если бы и чуть шире. Но эта теплая грядка и два рядка мы будем эксплуатировать уже очень позднюю осень. Поэтому надо рассчитать так, чтобы одним накрывалом, одной пленкой можно было накрыть. То есть целесообразнее их теснее сажать. Чтобы потом можно было хорошо, когда ночные холода, вот это осенние ночные холода, чтобы пленку развернул, укрыл его и оба рядка укрыты сразу сплетями. На края досочки положил и все. Ветром не сдувает. А потом, утром, если солнышко хорошее и тепло, открываешь и оно опять освещается. В таком режиме можно использовать эти грядки и кушать огурцы, пока не ударят заморозки. Конечно, ударят заморозки, их не станет. Даже под пленкой их несложно удержать. Остальные грядки мы посадим в пекинскую капусту и дайкон. Два ряда огурцов, пекинку и дайкон. Вот сейчас ровняем. Готовим пока под огурцы. Здесь надо. Ага. Вот ежик пришел к нам. Он маленький он, да, еще? Да. Да, ежик. Целый вывод здесь их. Да? Ааа. Азамат решил прийти на помощь Васе. Поливает грядочки. И сейчас, после того, как прольют, будут сеять огурцы. Да, Азамат? Да, да. Ты теперь помощником стал? Да. Вот так. Проливает Азамат. Ну, огурцы Азамат покушать не успеет. Потому что уже скоро уезжает во вторник. Азамат. Он тоже пришел на помощь. И сегодня в Каневе какие-то гуляния. Сейчас поедем еще в Канев. Посмотрим. Какие-то гуляния. Не десем? Ерк десем вы? Да, я десем. Карели, карели. Ага. Мазалые зернили. Еще, еще же они не спелые. Да. Пискин. Да? Алый чай. Жипкор? Можем, еще не берем. Ха-ха-ха. Азамат, азамат. 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 Барбар. Остал перемен. Сейчас найду, говорю. Щи говорит, азамат, бери такие черные. Говорит, потому что красные не спелые. Сейчас будем искать черные. Для Байрама. Вот, Байрам, смотри. Вот нашла я тебе, смотри. Вот она. Вот еще черная. Ой. О, смотри, вот этот вообще мягкий-мягкий. Попробуй. Ага. Да? Вкусный. Вот пролитые борозды подготовленные, соответственно, там, где уложен навоз и удобрения, вот. Пролитые хорошо, водой пролили так. Сейчас тепло у нас около 30 градусов. Земля быстро прогревается. Влага, вот, вода тоже набрала ту соответствующую температуру. Высеваем зерна. Я сию два сорта Голландию сию. Дельпина и Мирабелл. Вот. На таком вот расстоянии где-то по 5 сантиметров. Потому что есть, есть опасность, что не все взойдут, конечно. Могут где-то какое-то семечко и не взойти. Поэтому лучше чуть-чуть гуще. Чтоб грядка не была пустой. Вот так вот. Высеваем через 10-12 сантиметров семена вот этого вот огурца. У них, чем они хороши, чем они хороши, дружная очень отдача плодов. Завязь идет пучками. В большинстве случаев, они ранние, довольно ранние. 45-50 дней начинают уже плодоносить. Вот это, если мы посеяли, через 2-3 дня они начнут сходить. Вот. Это получается где-то к 50-му числа они уже взойдут. Вот. И 50 дней, считайте, это 20-30. В конце августа они должны начать плодоносить. Первые давать плоды. Вот. Как раз тогда, когда действительно огурца и хочется свежего. Потому что те, что мы сейчас собираем массой, они же отойдут быстро. Есть еще сорт. Да, кстати, в посеве огурцов важно пользоваться правильно сортами. Потому что многие люди посеяли, говорят, ой, у меня огурцов что-то нет. А что посеял? Феникс посеял. Ну так и жди. Феникс, отдача плода пойдет уже где-то дней через 60-70, не раньше. То есть, если поздние сорта, то не надо? Да, если поздние сорта, то их раньше надо сажать. Если ранние сорта, то можно и рано сажать, можно и пол. Вот это ранние сорта. Ранние сорта отличаются от поздних. Поздних намного длительнее вегетационный период. Период до начала отдачи плода намного дольше. Поэтому поздние огурцы поздно сажать не надо. Поздно можно ранние огурцы сажать. А поздние огурцы сажаются рано, но они рожают поздно просто. Они долго не отходят. У них, конечно же, соответственно, отдача плодов не такая дружная, как в ранних. В ранних они быстро начинаются, быстро и уходят. А поздние, типа феница, типа там других сортов, которые написано, что поздние, средние, поздние, поздние, то это обычно более поздние отдачи плодов. А это у тебя что здесь? Это дельтина, это ранние. Нет, вот это вот. Это абрикос. Это абрикос, который я подготовил, чтобы он отрос. Надо еще убрать лишние побеги и буду окулировкой заниматься. И все. Сейчас он поздно отрос, мы его убрали уже в отличном состоянии. Потому что... Вообще не слышно, наверное, в эту сторону надо говорить. Восточкове плохо прививаются в расчет. Плохо прививаются за кор. Лучше всего окулировка. Но окулировка на побегах одного или двух лет прироста. Поэтому вот это вот большинство побегов уберется. Останется на каждом корне один побег. И на нем произведена будет окулировка. Вон там заокулированные растут все уже. Вот это выкопаю. А это будет окулироваться. Часть из них выкопаю. Дичкой пересажу на постоянное место и там заокулирую. Вот туда, в пекарик, где мы чистили сад. Да, есть видео, где мы чистили сад.